Творение, приписываемое святому Яну Златоусту и в патрологии Миня, отнесенное к разряду Пурия 598. Собеседование о псалмах святого отца нашего Яна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Божественное писание все святы, но особенно святостью проникнуты псалмы. Так, с самого начала книги они говорят прямо о воздержании и прежде всего о том, чтобы не иметь общения с нечестивыми. С этого именно и начал блаженный Давид своими словами. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Говоря о блаженстве, он разумеет высшую степень всего хорошего. Вместе с тем говорят псалмы об общении с добрыми, об обуздании чрева, об удержании рук, о нелюбостижании, о ничтожестве денег, славе и всего подобного. Послушай, например, его слова о том, чтобы хранить целомудрие. «Чресла мои наполнены воспалениями». «И в другом месте ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а о том, что должно обуздать чрево, он говорит, и убил юноши их, когда пища еще была в устах их. А о том, что должно удалять состяжание, говорит, богатство, которое протекает, да не прилепится к сердцу. «И не искать славы, ибо слава его не пойдет вслед его, не подражать порочным, не ревну и лукавнующим. Он получает ни во что в меня земное могущество, видел нечистился я грозного, как кедр ливанский, но вот он прошел, и я ищу его и не нахожу. И презирать все временное ублажил ей людей, у которых все в тебе, Господи, блаженные люди, у которых Господь есть Бог. Говорит сама певица о том, что мы не просто согрешаем, но есть воздаяние, ты воздашь каждому по делам его. И почему не за каждый день воздает тотчас? Бог судья праведный, крепкий и долготерпеливый. Также говорит он о том, что смирение прекрасно, Господи, не возносилось сердце мое, и что гордость зло, гордость как ожерелье обложила их. А в другом месте Господь гордым противится, что милосты непрекрасно расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Что милосердие достойно похвалы, благ муж щедрый и дающий, что не должно злословить, клевещущего изгоню, истреблю. И много, гораздо больше сказано, найдешь ты здесь мысли, исполненных любомудрие. И он беседует не только о настоящем, но и о будущем. Не только о видимой, но и о невидимой тваре. Желаешь узнать о небе? Пребудет ли оно вечным или потерпит изменения? В ответ на это он ясно говорит тебе, что небеса, как одежда, обвечает, и как одежду переменишь ее, и они изменятся. Или о наружном виде небес пожелаешь узнать, опять услышишь от него. Простираешь небо, как шатер. Если пожелаешь узнать, что находится далее, за пределами этого неба, дает тебе ответ и на это. Одеваешь облака твои и делаешь их, как колесницу. Не останавливаются псалмопевицы на этом, но скажут тебе о широте, о глубине, показывая их равномерность. Насколько отстоят восток, а запад так удалил от нас беззаконие наше. По высоте небесной от земли утвердил Господь милость свою на боящихся его. Если ты захочешь исследовать основание земли, ты этого от тебя не скроет, но услышишь от него. Что Господь на морях основал ее. Или ты желаешь узнать о землетрясениях, от чего оно бывает. Всякое твое недоумение рассеивается его словами, призирает на землю, и она трясется. Если спрашиваешь о том, какое назначение имеет ночь, и это можешь узнать от него. Ночь, в которой бродят звери дубравные. Объяснить тебе объяснит и то, чем полезны горы. Горы высокие оленям. И для чего скалы? И скалы камни прибежища зайцам. Послушай, зачем существуют бесходные деревья? Там птицы гнездятся. Для чего источники в пустыне? На них птицы небесные. Для чего вино? Не для того, только что пить. Для этого достаточно было бы и воды. Но чтобы тебя веселить и радовать. Вино веселит сердце человека. Узнав это, ты узнаешь и меру употребления вина. Откуда получает пищу птицы, дикие звери. Об этом послушай, как он говорит. Все к тебе взывают и надеются получить во время благопотребное. Если спросишь, для чего скоты? Он отвечает тебе, что и скоты для тебя. Произвращает, говорит, траву скотам. И траву, и разный злак на службу человекам. Каково назначение луны? Он объясняет. Сотворил луну для указания времен. Что же? Как видимое, так и невидимое сотворено? И этому псалмопевец научил ясно. Он сказал, и стало он повелел и явилось. Он научает также, что смерть будет уничтожена. Бог избавит душу мою от ада, когда примет меня. Откуда наше тело и во что оно опять обращается? Вот как говорит псалмопевец. Вспомяну, что персть мы и в персть свою возвращаемся. Для чего все окружающее? Для тебя. Слава и честью венчал его. Поставил над делами рук твоих. И о том, что мы люди, имеем нечто общее с ангелами, говорит он. Немного умалил его пред ангелами. И о любви Божией говорится здесь. Как отец щедрит сыны, так ущедрил Господь боящихся его. Псалм 102.13. И о том, что ожидает нас за гробом и о будущем безмятежном покое. Обратись, душа моя, возвратись в покой твой. Зачем так велико небо? Он отвечает. Небеса проповедуют славу Божию. Зачем ночь и день? Не для того только, чтобы сменять друг друга, но и для того, чтобы назидать. Нет языка и нет наречия, и не слышался бы голос их. Зачем море облегает землю? Бездная, как ризою, одевается. Так сказано в еврейском. Подобно указанному вы знаете из псаллов и все другое. О Христе, о воскресении, о будущей жизни, о загробном блаженстве, о воздаянии, обучении, нравственности и все относящиеся к догматам. И тысячи других наставлений переполнена книга эта. Если ты впал в искушение, ты почерпнешь здесь обильное утешение. Если согрешишь, найдешь здесь тысячи готовых лекарств. Впадешь ли в бедность или в какое несчастье, она укажет тебе многие пристани. Будешь ли ты праведным, и тогда извлечешь из нее великую пользу. Будешь ли грешником, отсюда получишь утешение. Так, если ты будешь праведным, будучи терпишь бедствие, то в утешении услышишь, что ради тебя умерщвляют на всякий день, считают нас за овец, готовых на заклание. И вот все пришло это на нас, но мы не забыли тебя. Если надмевает тебя твои подвиги, псалмопевис напоминает тебе, не входи в суд с рабом твоим, ибо не оправдается пред тобой всякое живущее. Если ты грешник и отчаиваешься в себе, ты тотчас услышишь возглашающего. Ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших, как во дни ропота, и тотчас восстанешь. Если глава твоя увенчана диадемой, ты научишься здесь, что не спасется царь множеству силы, исполина не защитит, великая сила его. И сохранишь скромность. Если ты богат и славен, опять услышишь, горе вам, надеющийся на силу свою и хвалящийся множеством богатства своего. Человек, как трава, дни его, как свет травный, так он отсветет. И ничто земное не будешь почитать великим. Ведь если прекраснейшее на земле слава и власть так ничтожно, то что другое земное может быть достойно внимания? Но ты впал в уныние. Скажи, напрасно скорбит всякая душа, напрасно смущается, уповая на Бога и прославляя Его. Но ты видишь благоденствующих не по заслугам. Послушай, что говорит псалмопевец. Как трава скоро увянут, и как зеленеющие злак отпадут. Или ты видишь, что и праведные, и грешные терпят одинаковую участь? Посмотри, причина не одна и та же. Много говорит скорбей грешному, а праведные же совершенно иначе. Многие скорби праведным, и от всех их избавит его Господь. И в другом месте смерть грешникам люта. Но честна пред Господом смерть преподобных Его. Постоянно читай это и отсюда наставляйся. Каждое из этих слов – беспредельное море мыслей. Мы только окинули их беглым взглядом. Если же вы пожелаете тщательно исследовать сказанное, то увидите великое богатство, как здесь, так равно и в других писаниях. Но так как это исследование сопряжено с трудом, и немалым, то ограничимся пока сказанным уже, чтобы вместе и душу усладить пением, и труд свой облегчить. Итак, пусть распевает уста, и пусть назидается ум. Само по себе это уже немалое дело. В самом деле, если псалмопение не позволяет тебе завидовать, огорчаться и впадать в уныние безвременно, и внушает не ценить высоко ни богатства, ни скорби, ни бедности, ни даже самую жизнь, то этим самым оно освобождает тебя от всех страстей. Другими словами, если мы приучили язык к пению псалмов, то душа постыдится желать противного тому, что воспевает язык. В этом случае нам самим нужно взять гусли да видать, чтобы душа наша отзывалась на псалмы, и в себе самой, и добрыми делами. Если же мы остановимся только на половине дела, то есть слыша псаломскую песнь, и отзываясь душой, в своих делах оказываемся противниками воспеваемого, тогда и лекарство нам послужит в осуждении, и ярость дьявола возрастет, потому что прежде чем мы услышим лукавый дьявол боится, чтобы мы не справились, услышавши, когда же мы и услышавши остаемся теми же самыми, тогда он освобождается от страха. Итак, будем псалмопение сопровождать согласными с ним делами, чтобы неизверную и жесточайшую ярость демона, и привлечь благодать духа. Ничто, ничто так не возвышает души, не окрыляет ее, не освобождает от земли, и не разрешает уз, тело, ничто так не располагает к любомудрию, и к презрению всего житейского, как мелодия псалмов, и пение, сопровождаемое ритмом. Потому-то именно, когда Бог увидел, что многие люди становятся рассеянными, и вследствие этого, с неудовольствием переносит утомление, тогда он, желая сделать труд более привлекательным, и смягчить связанное с ним чувство тяготы, подвигнул язык блаженного Давида изложить в порядке эти псалмы, и мелодию растворить пророчеством, чтобы все, воодушевляемые ритмом, пение, с полным усердием высылали ему священные гимны. Самая природа наша так тесно и нежно привязана к пению и песням, что даже плач и капризы грудных детей им успокаиваются. Ведь действительно, кормилицы, нося детей на руках и укачивая их, усыпляют их, напевая им разные песни. По той же причине, путешественники часто прибегают к песням, погоняя вьючных животных в ползе, чтобы этими песнями смягчить для них изнурительность пути. И не только путешественники, но и земледельцы, как во время давления винограда и собирания плодов, так и во время ухода за лозами или за другой какой работой, часто поют. То же самое делают моряки из-за греблей. Точно так же женщины за ткацким станком перебирают челноком натянутую основу. Иногда каждый про себя, иногда все вместе поют одну какую-либо песню, И так делают это и женщины, земледельцы, моряки, стараясь пением подбодрить себя в своих трудах, как будто душа под пение легче может перенести все тяжелое и горькое. А чтобы такой сильной привязанности нашей души к этому роду наслаждения не воспользовались земны и не развратили всех, вводя свои блудные песни, в ограждение от них Бог возникнул псалмы, в одном деле соединивая пользу и удовольствие. От мирских песен вред и погибель, и вообще много ужасного может быть причинено ими, так как они располагают душу к бесстыдству и беззаконию, изнеживают и расслабляют ее. От духовных же песен, напротив, большая выгода и польза, и великое освящение. И они могут послужить основанием всякому любомудрию, так как и самые слова их очищают душу. И кроме того, душе их воспевающей приобщается дух святой. И так будем воспевать душою исполненной любомудрия псалмы, чтобы понемногу взойти и на высшую ступень. Если ты навыкнешь петь псалмы, тогда сумеешь петь и гимны, а это дело более божественное. Именно псалмам свойственно все человеческое, а гимны, напротив, не заключают в себе ничего человеческого. Гимны, а не псалмы, воспеваются горними силами. Напротив, не красна песнь во устах грешников. Похвала. Премудрость Сераха 15.9 Почему и Павелу ищевает, поя в сердцах наших Господу. Не просто устами, но со вниманием. Воспевать так, значит, воспевать Богу, но если только звук голоса раздается в воздухе, тогда ты воспеваешь воздуху. Не нужно особого места, не нужно времени, но на всяком месте и во всякое время можно в уме воспевать псалмы. Ходишь ли ты по площади, или находишься в пути, или беседуешь с друзьями, всюду можно возноситься душой к Богу, можно взывать к Нему молча. Так взывал Моисей, и Господь услышал его. Если ты ремесленник, то и за мастерской, мастерской за работой, ты можешь петь псалмы. Будучи ли солдатом, или воскидай на судилище, ты можешь делать то же самое. Можно петь и без голоса, только бы внутри звучала мысль. Ведь мы поем не человеку, но Богу. А он слышит и голос в сердце, и проникает сокровеннейшие наши мысли. И как духовные мужи, имеющие помазание Святого Духа, всегда молятся за близких и возносят усердные молитвы. Так будем поступать и мы. Каждый день будем приступать к Богу. И за самих себя, и за братьев наших. Как можно приступать к Богу? Имея правую жизнь и чистую совесть. Чего никак иначе нельзя достигнуть, как только прилежа закону Божию день и ночь. И пусть никто мне не говорит, будто прежде толкования я не мог знать смысл обсалмов. И без толкования всякому сколько-нибудь желающему быть внимательным, может даже один стих внушить великое любомудрие, побудить к решению и принести великую пользу в жизни. Например, ты скажешь, «Блажен муж, боящийся Господа» в Солом 111.1. Если ты в состоянии понять, что значит произносимые тобой слова, то после этого ты не будешь уже считать себя образцом ни вельможу, ни богача, ни владельца роскошных домов, ни имеющего доступ ко двору, ни даже самого венциносца, и никого другого, как только пребывающего в благоговении, в любомудре, в страхе Божьем. К этому должно располагать тебя не только будущее, но и самое настоящее, потому что и здесь благочестны, живущие, сильнее всех тех. Итак, будем мы усердны в обращении к Богу, научимся, как должно обращаться к Нему. Бог не ищет красноречия или складных речей, но красоты души, и если она говорит угодное Ему, то получает полное удовлетворение. В самом деле, если посещая какого-нибудь известного человека, из общения с ним ты извлекаешь великую пользу, то тем более тот, кто посредством продолжительных молитв находится в постоянном общении с Богом, и грешник может совершить великое, если он молится со смирением, это уже начало добродетели. Так именно было с мытарем, который достиг всего, простыми словами, благодаря тому, что он воспитал в себе доброе настроение. В чем выразилось его настроение? Он упрекал себя, ударял в грудь и не смел глаз поднять к небу. Если ты будешь так молиться, сделаешь душу свою легче пера. И тогда будет молитва наша тихо и смиренно, да будет лицо ей исполнено приятности, нежности и кротости, и да не обращается она против врагов наших. Такая молитва достойна неба. Такой язык достоин ангелов. Если будем возносить молитвы Богу за обижающих и оскорбляющих нас, тогда будет услышана и молитва наша за нас самих. Если так настроим душу, то будем в состоянии и мы говорить Богу с дерзновением. Ущедри меня и услышь молитву мою. Салом 4, 2. И он легко склонится к нашей молитве и дарует нам Царство Небесное, которого досподобимся достигнуть все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.